Всем привет! В первом видео из цикла Android и Xbox я рассказывал о том, как ускорить ваш Android смартфон, что нужно удалить, отключить и так далее. И одним из самых главных пунктов для ускорения Android являлось уменьшение скорости анимации в настройках разработчика. У меня на руках оказались три смартфона трех разных ценовых категорий, а именно Xiaomi Mi A1 с процессором Snapdragon 625, Samsung Galaxy A50 с процессором Exynos 9610 и Google Pixel 2 с процессором Snapdragon 835. Во всех трех смартфонах установлена оперативная память в размере 4 ГБ, а баллы, которые смартфоны набирают в Antutu, вы можете видеть на экране. В чем идея видео? Есть три смартфона — бюджетник Xiaomi Mi A1, средний ценовой сегмент, Galaxy A50 и флагман Google Pixel 2. Так вот, правда ли уменьшение анимации ускорит работу всех трех смартфонов или эффект будет только во флагмане, а в остальных моделях разницы как таковой не будет. В этом я и захотел разобраться. Для тех, кто не знает, как уменьшить время длительности анимации на Android, то вам нужно будет зайти в настройки, найти такой пункт, как «О телефоне» и номер сборки, нажать на него 7 раз подряд и тем самым вы станете разработчиком Android. Дальше находите этот пункт для разработчиков и переходите к следующим разделам, такие как «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации» — это и есть время длительность анимации на Android. Если у вас телефон Xiaomi с облачкой MIUI, то здесь немножко по-другому. Нужно зайти в раздел «О телефоне» и выбрать пункт «Версия MIUI», также нажимаете на него 7 раз подряд, спускаетесь в раздел «Расширенные настройки» и переходите к пункту «Для разработчиков». И здесь вы уже находите эти настройки, как «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации». Для того, чтобы все три смартфона были в одинаковых условиях, мы подключили их к одной Wi-Fi сети, а заряда у них больше 90%. Из браузера Chrome мы вышли со всех активных вкладок и оставили только одну. Также все приложения, участвующие в тесте, обновлены до своих самых последних версий. Перед стартом проверяем, чтобы в фоне у нас не было ни одного запущенного приложения и начинаем. Наш тест состоит в прогоне определенного количества приложений. Первый раз из холодного старта, а потом мы снова запускаем эти приложения, но уже из оперативной памяти. В основном это приложения, которыми мы пользуемся каждый день по несколько раз. Соцсети, браузер, часы, YouTube и так далее. Изначально их было немного больше и вместо Samsung я хотел поставить Redmi Note 7. Но так как у меня версия на 3 ГБ оперативной памяти, то на втором прогоне, когда приложения подгружаются из оперативки, он не справлялся, поэтому я уменьшил количество приложений и заменил его на Samsung. Далее я покажу частичку теста из Redmi Note 7. Что мы видим? Флагман Pixel 2 у нас естественно всех опережает, он уже почти закончил первый прогон приложение, в то время как Mi 1 до сих пор только на первых пяти. Samsung идет неплохо, нужно обратить внимание еще на тот момент, что у всех трех смартфонов разные типы анимаций, это также влияет на скорость открытия приложения. В результате мы можем видеть, что бюджетнику необходимо минимум в два раза больше времени на запуск приложений, в основном проблема заключается на этапе холодного старта. Именно на этом моменте происходит главный разрыв, но на открытие приложений из оперативной памяти проблем нет и как раз таки в этот момент подключаются анимации приложений. В первом прогоне у всех трех смартфонов анимация окон, анимация переходов и длительность анимации была установлена на 1х, в этот раз мы их устанавливаем на 0.5х, то есть в меньше два раза убираем все приложения из памяти и начинаем. При первом прогоне с установкой анимации 0.5 можно заметить, что особой разницы нет, по крайней мере на Xiaomi или на Samsung так точно. Что касается флагмана Google Pixel 2, то некоторые приложения, например переводчик или Play Market открываются мгновенно, соответственно результат уже есть. Но вы можете заметить, что в этот раз Mi 1 как-то быстрее открывает приложение из холодного старта. Меня это тоже удивило, потому что в анимации 1х было минимум по 5 дублей и вставляется всегда самый удачный, то есть последний. Так что в том случае процессор уже был разогрет, тем не менее с анимацией 0.5 загрузка намного быстрее, хоть от этого и не зависит. Но вот что зависит, так это запуск приложений из оперативной памяти. И посмотрите насколько большой прирост по скорости у Pixel 2 и что самое удивительное у Mi A1. Как я говорил ранее, сам тип анимации тоже играет немаловажную роль, а если прибавить уменьшение ее длительности, то результат реально впечатляет. Как можно судить по результатам, то это реально работает во всех трех случаях, где-то разница не столь велика, как в Samsung, например, но можно попробовать поменять лаунчер, поставить другие анимации и с него тоже можно будет выдавать более быструю работу. Что касается Mi A1, как я уже сказал ранее, из-за более быстрой прогрузки приложений из холодного старта разница очень велика, но если вы наблюдали за ним во время загрузки приложений из оперативной памяти, то там реальное уменьшение длительности анимации играет свою роль и самый объективный результат, как мне кажется, это Pixel 2. Он стабильно быстро работал как при скорости X1, так и с 0.5 и, как мы видим, уменьшение длительности анимации дал нам прирост скорости открытия приложений в 3 секунды или 8%. Ну и как я сказал в начале, место Samsung я хотел поставить Redmi Note 7. По производительности они практически близнецы, но в моей модели на 32 гигабайта постоянной памяти всего 3 гига оперативки, и так вот это тот самый случай, где оперативка реально играет свою роль, а в данном случае всего 1 гигабайт. И как я не старался, во всех прогонах приложения вылетали из памяти. Держится максимум по 5-6 штук по моим наблюдениям, но не больше. Ну что, вы сами все видели, действительно уменьшение анимаций позволяет нам сэкономить время на загрузке приложений, особенно этот эффект заметен во флагманах, потому что у них многие приложения загружаются еще до прорисовки анимаций, поэтому чем она короче, тем быстрее откроется приложение. Что касается среднеценового сегмента и особенно бюджетников, то здесь разница не столь драматическая, особенно при холодном запуске приложений. Но вот выгрузка приложений из оперативной памяти, то здесь эффект от уменьшения анимации реально есть. И здесь мы можем выиграть достаточно много времени, но все это справедливо при условии, если в Android-смартфоне установлено не меньше 4 гигабайт оперативной памяти. Как мы видели в случае с Redmi Note 7, где установлено 3 гигабайта, там приложения попросту вылетали из оперативной памяти, и поэтому прикола от уменьшения анимаций попросту не было. Многие могут подумать, ну прогружается у меня приложение на полсекунды быстрее, и в чем прикол? А суть в том, что каждый день мы открываем десятки приложений и каждая загрузка и отрисовка анимаций занимает время. А теперь представьте, что в день вы можете экономить по пол минуты времени. День кажется немного, но за год это уже целых три часа. Вы готовы просто так выкинуть три часа своей жизни в мусорку? Я думаю, что нет. Поэтому, если вы выбираете себе телефон и у вас есть возможность, то возьмите себе один раз хороший флагман на несколько лет, который будет стабильно быстро работать и тем самым экономить наш с вами самый драгоценный ресурс, а именно время. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!